Я трейхардил, я работал в здоровье тело, здоровый дух. Я очень хороший человек, но это не профессия. У меня топ 40 сейчас. Башка работает нормально. Леброн, привет. Привет. Тебе удобно на русском или на английском? На русском. То есть ты подучил? Ну, я научился, да. В последний раз СНГ аудитория имела честь наблюдать за тобой, когда ты играл за Na'Vi. Как сильно ты изменился за это время? Ну, изменился очень сильно по поводу игры. Я больше играю на линии. У меня был проблем, когда я играл в Na'Vi, что я очень плохо играл на линии. У меня были герои такой, Венга пятерка, Рубик пятерка. Я очень старался, смотрел реплеи, играл больше на линии. И я думал, что это моя очень хорошая страна сейчас. Я научился тоже в жизни много. Надо не верить всем, что люди говорят. Я думал, что если человек скажет, то есть так. Я всем верил, но получилось, что не надо так. Многие связывают твой никнейм с известным баскетболистом. Как ты сам объясняешь происхождение своего никнейма и не мешает ли тебе знаменитый Леброн Джеймс в твоей карьере? Ну, когда я был молодой, я играл в баскетбол. Мне было 13 лет, я думаю. И у меня отец поехал на главный город Сербии. Я ему сказал, купи мне футболку NBA. И он купил мне очень хорошую футболку. И на ней было написано James. Я не знал, кто это. Я нашел на интернет. Это новый игрок в NBA. Это был Руки. И я себя назвал Леброн, потому что он был Леброн. И я хочу быть как Леброн. Где ты сейчас живешь? Мало кто знает, откуда ты и где сейчас обитаешь. Я родился в Косово. Грачаница. Это называется. Но у нас был Рад. Как сказать? Вор. Рад. Я уехал в город Крайлево. Сто тысяч человек. Очень красивый город. И мне очень нравится там жить. Ты уже достаточно взрослый игрок. Мы от тебя услышали всего лишь пару лет назад. Именно на большой сцене. Как так получилось? Ну, я учил университет. Я инженер конструкции. Не знаю, как сказать. Инженер-конструктор. Да. Конструктор. У меня фамилия. У них фирма за конструкцию. А мне это не нравится. Но я учился, потому что у нас фирма. У меня было две варианты. Попробовать стать профессиональным игроком или работать. Но у меня было 25 лет. Шанса не была большая, но у меня случилось. То есть во сколько лет ты начал играть? Я трейхардил. Я работал стать профессионалом с 25. Но я играл по кайфу. Я играл 15 лет. Были больше. Но с 25 я очень много работал. Я сравниваю тебя пару лет назад и сейчас. И понимаю, что ты трейхардишь не только в Тоте, но и в жизни. Ты чем-то занимаешься? Спортом каким-то? Ну да. Я думал, как стать лучшим. Надо работать в мире тоже. Потому что, когда ты приходишь на Турик, у тебя надо играть целые дни. И если у тебя нет формы, то будет плохо. Но мне надо больше стараться. Я гуляю пять километров в день. Если у тебя чистые мысли, здоровое тело, здоровый дух. Да. Тогда больше играешь. Если у тебя башка работает нормально. На прошлом Bootcamp я видел, что у тебя было два аккаунта в топ-50. Оба на саппортах. Как ты знаешь, недавно Джи подписали игрока Саксу, у которого аж три аккаунта в топ-100. И твой старый друг Лилл написал, что это совсем-совсем не показатель. И что лучше тренировать каких-то героев и узнавать что-то новое для своей роли, чем просто играть на ОП-героях. Как тебе удалось поднять два аккаунта в топ-50 и считаешь ли это чем-то важным? На мейне я играл, могу сказать, пять героев. Моих больших пять героев. Я стал топ-1, но топ-5 был три-четыре месяца. Но когда коры игроки начали играть тоже на суппорт ранг, у меня топ-40 сейчас. Но я тогда был топ-10, а на смурфе я играл по кайфу. Но играл в суппорте, но по кайфу, что угодно. И тренировал, практиковал новые герои. И там я был топ-20. Я думаю, это очень показатель, что игрок понимает мету, у него механика. И это показатель, сто процентов. Про тебя есть очень известный мем, по крайней мере в СНГ. Все знают, что Леброн хороший человек. Но на этом он не может заработать. Как ты сам относишься к этому прозвищу «хороший человек» и как вообще закончилась твоя история с Лилом? И продолжается ли она до сих пор? У меня это очень смешно. Я делаю шутки, что я очень хороший человек, но это не профессия. Мне это очень смешно. Но у меня никакие претензии. К Лилу все нормально. Когда мы играли, я думал, что в игре все было нормально. У нас нет проблем. Но в жизни не знаю. Я не знаю. Не знаю почему, но так случилось. Я думал, что в игре были хорошие комбинации. А если ты когда-нибудь встретишься с Лилом на лане или еще где-то? Что ты ему скажешь? Ну, скажут привет. Я хороший человек. Как там? Ты говорил, что тебя звали в другие команды. Можешь не говорить какие, но ты все равно принял предложение бейт. Почему снова с Дэнди? И можно ли это назвать тем самым друзьяшеством? Ну, когда я пришел на Na'Vi, Дэнди очень много помогал. Как друг в жизни, в игре. Он меня очень много научился. И я хотел с ним играть. Как ты считаешь, вы проиграли открытые квалификации по большей части из-за того, что это Best of 1 и проиграть может каждый? Или все-таки чего-то в команде не хватает? Ну, когда мы играли в практике, у нас было все очень хорошо. Но когда ты играешь Best of 1 и когда у тебя давление, что ты если проиграешь одну карту, это все игроки очень старались. И мы все думали, что у нас очень хороший шанс пройти на мажор или минор. И потому, когда ты думаешь надо не проиграть, ты не делаешь ошибки, но ты не делаешь макро действия. Каждый игрок играет как один по микро и все. И когда ты не играешь, это психологический проблем. Потому что ты думаешь, если мы проиграем все, что мы работали, это что? Надо ждать два месяца и играть в следующую квалификацию. И ты тогда не хочешь делать муви и не хочешь делать ошибки. Какой у вас был счет на КВ, если ты, конечно, его вел? У нас было макс 16-0, но из 25 игр мы проиграли две. И у нас было все очень хорошо. Расскажи немного о тиммейтах. С последнего состава у вас произошло две замены. Появился Гостик, появился пиво и Ренат довольно-таки долго уже в составе. Очень интересно услышать твои ощущения и впечатления от команды. Ну, ребята очень хорошо. С друг с другом все нормально. У нас атмосфера хорошая. Все хочет работать. Это за меня очень важно, что каждый игрок хочет работать и стараться. Гостик мне очень нравится, потому что он хорош в игре по микро и по макро. Он делает хорошие колы и это мне очень нравится. Ренат очень хороший игрок тоже по микро, супер хорош. Он любил играть по КВ и это хорошо. И у него очень хорошо Рубик, Виверна, Дорфилов. Все. Меня он нравится и как друг, и как игрок. И попил. Пил наш новый игрок. Он очень хорошо по микро. И у него херой знакомый как задрот. Это очень хорошо за команду. По моим наблюдениям, ты очень любишь каждый день перед сном часа два обзвонить каждого серба и рассказать им, как у тебя обстоят дела. Ты пропадаешь на долгое время и тебя вообще не найти. И все говорят, где Леброн, где Леброн. Во-первых, о чем ты там с сербами разговариваешь каждый день по три часа. Во-вторых, назови самого сильного серба в доте. Звонок. Я не делаю звонок со друзьем. Это просто мой отец. Он говорит 30 минут. И все. И с женой тоже 30 минут. Это правда, что твой отец смотрит каждую твою игру? Все игры он смотрит. И вводит на Твич, и Ютуб, и все. И говорит, там ошибка. У тебя есть хорошая возможность обратиться к аудитории. Я думаю, тебе есть что им рассказать. Им есть что от тебя послушать. Так что вперед. Не стесняйся. Ну, парни, спасибо всем за поддержку. Мне очень нравится CIS-регион. У меня была команда 80% в CIS. И мне очень нравится здесь играть. Но надо очень хорошо работать, чтобы регион стал хорошим. У нас появится очень много изменений команды. И это не так надо работать. Думаю, тоже проблема в менталитете. Если плохо происходит, игроки плохо думают. Надо очень больше стараться работать. И верить команду и игрокам. Если не приходишь на один турик, это нормально. Надо работать. Но я думаю, что у CIS-регион очень хорошие игроки. Это по микро самый лучший регион, думаю. Но как команда надо больше работать. Думаю, очень много психологических проблем в башке. Но думаю, что время у нас есть. И я думаю, что у нас все получится. У нас осталось два мажора и International. Это очень много времени, чтобы команда справилась и играла лучше. Спасибо всем за поддержку. Это очень важно, чтобы поддержка была. И я думаю, что у нас все будет норм. Спасибо всем.